Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Толкование на Евангелие от Иоанна 7.17.18. «Волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писания и пророков». Комментарии Игнатия Лапкина. Смысл жизни человека как раз и заключается в том, чтобы за время этой коротенькой жизни на земле «Достичь божественных качеств, стать послушным Богу, научиться быть вводимым Духом Божиим и во всем доверяться Богу». Евангелие от Матфея 6.10. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Бог открывает себя людям через единственную книгу Бога Откровения – Библию. «Какой непростимый грех совершают попы-богоборцы, когда прячут от людей Слово Божие, а значит и волю Божию, и навязывают людям свою волю чтения сорока устов и всего-всего, чем сегодня наполнена Церковь. Познавать волю Божию, замыслы Божие человек может только из Слова Божия, из Святой Библии. Сегодня из ста книг, написанных по благословению преосвященных, высокопреосвященных и святейших, едва ли не найдешь две или три, в которых не было бы следов поврежденного человеческого ума. Православную книгу от всех прочих очень легко отличить, даже начав читать ее с середины. В ней обязательно серьезное повреждение, противоречие Слову Божию. Вымыслы человеческие, буквально рассыпанные на каждой странице. И, судя по всему, исправление никакого не предвидится. Эта скиня должна быть полностью приняна и разрушена. И конец всей близок. Исаии 55, 8. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Иеремии 23, 18. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал Слово Его, кто внимал Слово Его и услышал, волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писание. Толкование на Евангелие от Иоанна 7, 37, 38. Ибо правая вера от Писания. Комментарий Игнатия Лапкина. Те, кто сделал нововведение в православную веру, какую цель они преследовали? Знали ли они о существовании Библии? Согласно житий святых, православные часто одерживали победу физической силой и благодаря связям с мирскими властями прибегали к жестокостям по отношению к противникам и к их физическому уничтожению, насаждая свой образ мыслей. Читая Деяния Соборов, причина расколов, всегда удивляешься тому, что Библия, как правило, не занимала главное место в такие ответственные моменты. Правая вера от Писания. Толкование на Евангелие от Иоанна 8, 21, 24. Если он пришел за тем, чтобы взять на себя грех мира, а получить прощение грехов можно не иначе, как через крещение, креститься же невозможно, не уверовав прежде, то неверующий неизбежно умрет во грехе своем, ибо не приняв крещение, он не совлекся ветхого человека. Комментарий Игнатия Латкина. Креститься же невозможно, не уверовав прежде, говорит блаженный Феофилакт. Но у нас сейчас это стало возможным. Большинство людей в православных храмах крестятся неверующими, и даже не крестятся, а им просто поливают затылок водой. Правило 8-7 Вселенского Собора. По елику некоторые из еврейского вероисповедания, блуждая, возомнили ругаться Христу Богу нашему, притворно делаясь христианами, втайне же отверзаясь его и скрытно субботствуя и прочее иудейское исполняя, то определяем, сих ни в общении, ни в молитве, ни в церковь не принимать. Но явно быть им по их вероисповеданию евреями, и детей их не крестить, и раба им не покупать, или не приобретать. Если же кто из них с искреннюю верою обратится и исповедует оную от всего сердца, торжественно отвергая еврейские их обычаи и дела, дабы через то и других обличить и исправить, всего принимать и крещать детей его и утверждать их в отвержении еврейских умышлений. Если же не таковы будут, отнюдь не принимать их. Толкование на это правило епископа Никодима Милоша, цитата, «Относительно этого последнего, то есть, что не следует крестить детей этих мнимо обращенных христианства евреев, Вальсамон в толковании настоящего правила замечает, что и турки нечто подобное тому, что евреи делали, и приводили своих детей к христианским священникам для крещения, смотря на крещение не как на таинство, но как на некое телесное лекарство». В толковании 84 правила Трульского собора Вальсамон разъясняет, как это завелось у турок. Во время патриарха Луки 1156 по 1169 годы пришли в Константинополь некоторые из турок, заявляя патриаршему синоду, что они христиане, ибо в детстве были крещены в своей земле христианскими священниками. На вопрос же, как это могло случиться, когда они следуют Мухаммедову закону, отвечали, что существует у них обычай крестить своих детей у православных священников, потому что, по их мнению, во всяком новорожденном ребенке находится злой дух и смердит как собака, пока не получит христианского крещения. Из этого собор заключил, что крещение, требуемого у христиан неверными, ищут последнее не с добрым православным намерением, но ради телесного лечения и не как средство, которое очищает от всякой душевной скверны, просвещает, освещает человека, но как некое лекарство и чародейство. Таковое крещение совершенно естественно Синод Патриарший не мог признать правильным и потому определил, чтобы те турки, буди пожелали бы, были вновь крещены. То есть признали их некрещенными, несмотря на то, что этих турок в детстве в кавычках крестили полным троекратным погружением. И теперь, если уверуют, то их нужно вновь крестить. Что же говорить о тех, над кем и погружения не было, или вовсе неизвестно, как их крестили? Апостольское правило 50. Цитата. Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. Ибо не говорил Господь, в смерть мою крестите. Но, идя, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Толкование епископа Никодима Милоша. В этом правиле предписывается совершать крещение посредством троекратного погружения крещаемого в воду. Причем духовное лицо, не совершающее таким образом крещение, должно быть извержено из своего сана. Употреблять при крещении вместо погружения обливания строго воспрещено, кроме случаев болезни. Церковь строго следила за тем, чтобы крещение в обычных случаях совершалось только через погружение, а не через обливание. Так что, воспрещало даже принимать в клир лиц, не крещенных вследствие каких-либо исключительных обстоятельств, через погружение. Неокисарийский собор, правило 12. Впрочем, православная церковь не отличает крещение, совершенного через обливание, так как этим еще не уничтожена сила таинства, но допускает его только в исключительных случаях. В следствии некоторых исторических причин, в 17-18 веках, греческой и русской церковью было предписано перекрещивать римокатоликов, переходящих в православную церковь. Эти предписания мотивировались, между прочим, и тем, что римокатолики крещены обливанием, а не погружением в воду, вследствие чего крещение их считалось еретическим и стало быть недействительным. Итак, первое. Крещение неверующего крещением не является. Второе. Крещение обливанием – это еретическое крещение, и надуверовавшим, в кавычках, обливанцем, должно заново совершаться по всем правилам. Приводится по книге «Правила православной церкви с толкованиями Никодима и епископа Далматинско-Нистрийского. Том 1. Санкт-Петербург. 1911 год». Репринтное издание по благословению святейшего патриарха Алексия Второго. Толкование на Евангелие от Иоанна 10.1.5 «Он говорит, не входит дверью, то есть писаниями, ибо он не свидетельствуется ни писаниями, ни пророками. Писание поистине суть дверь, ибо мы через них приближаемся к Богу». Итак, вор – тот, кто не входит через писание во двор овчий, чтобы заботиться об овцах, но восходит Индия, то есть сам себе прокладывает дорогу иную и необычайную, как, например, Февда и Иуда. «Таков будет и скверный Антихрист, ибо у них свидетельства не из писаний». Намекает и на книжников, которые не выполняли ни одного слова из заповедей закона, а учили заповедям человеческим и преданиям. «Пастырь входит через писание, и предверник отворяет ему. Под предверником, разумей, пожалуй, и Моисея, ибо ему уверены были слова Божии. Так как писания, принимаемые при озарении от Духа Святого, указывают нам Христа, то справедливо Дух Святый предверник. Им, как духом премудрости и знания, отворяются писания, через которые Господь входит в попечение о нас, и через которые Он оказывается пастырем. Итак, писание – суть дверь. Еще под дверью, разумеется, слова Божественных Писаний, а Господь Сам есть и называется Слово, следовательно, может быть назван и дверью». Комментарий Игнатия Лапкина. «Почти для 100% православных Писание не является дверью, входящей в Церковь и в Царство Божие. Кого не спроси из православных, как они пришли к Богу, они будут рассказывать трогательные истории, переживания, но только не стих Библии, который коснулся их сердца. Абсолютный приговор православным – они пришли не через Писание. Тогда остается вопрос, а куда же они пришли и где сегодня находятся? В Церковь приходят через Писание. Как в очах Божьих выглядит все то, что сегодня совершается в храмах, когда любой пришел, ушел, пришел, ушел. Можешь ходить целый год и даже 20 лет в храм, и не будешь знать толкования ни на одно место Библии. Создана абсолютно новая небожия религия под именем православия, куда прием идет только за желание переступить церковный порог. О горе великое и горе бесконечное! Рук Иеремии 2.13 Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Иеремии 17.13 Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. А все, кто входит в церковь не по Писанию, есть подлые воры и разбойники. Иван Глятеана 10.1 Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. Дверью, то есть Писаниями, Писание поистине суть дверь. Итак, Писание суть дверь. Толкование на Евангелие Теана 10.31.36 Если же и те, которым было Слово Божие, то есть Я, ибо Я Слово Божие, и Я, вселившись в них, даровал им Сына положение. Если они суть Боги, то тем более Я могу без всякой вины называть Себя Богом, Я, который по истинству своему Бог и прочим дарую обожение. Комментарий Игнатия Лапкина. Желая что-то более усилить, сделать более ценным для слушателей, Господь прибегает к сравнениям с самим Собою, олицетворяя предмет или событие. Иногда это сказано как бы мимоходом. Однажды, но сравнение себя и название себя Словом Божиим, события выдающиеся, пришедшие из рая, встречающиеся во все семь с половиной тысяч лет истории человечества. Слова «Так говорит Господь! Слушайте Слово Господне!» были как эпиграф, некий позывной сигнал оставить все дела, споры и недоверие внимать глаголу, исходящему от вечного Бога. Исайя 1.2. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Отвергающий Слово Божие отвергается самого Бога. «О пастыри! Что вы наделали, уйдя от Библии вечного откровения вечного Бога? Все, что есть на земле, со всеми божественными и богослужебными книгами, со всеми храмами и кадилами, не стоит одной буквы Библии. Все звезды и все галактики не стоят одной буквы Священного Писания». Второзаконие 32.1. «Внимай небо, я буду говорить, и слушай земля слова уст моих». Матфея 24.35. «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Марка 13.31. «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Луки 21.33. «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Целые тысячелетия кромсали и уродовали все, что исходит из Библии. И, наконец, полностью забыли о ней. Страшно читать историю русской Библии. Всего лишь в 1876 году Библия была переведена на русский язык. Были люди, понимавшие важность Библии. Профессор Павский, преподаватель Духовной Академии, знающий древнееврейский язык, перевел почти полностью Ветхий Завет и размножил самостоятельно, налитографировал 500 экземпляров своего чудного труда и раздал студентам, чтобы они могли понимать смысл Библии. Но церковное начальство Русской Православной Церкви узнало про этот криминал Павского и был дан приказ немедленно сделать розыск, найти все эти экземпляры и сжечь. Они были сожжены, а на самого профессора наложено строгое взыскание, как на врага. Даже царь, даже митрополиты, понимавшие важность Библии, ничего не могли сделать, чтобы издать ее на русском языке. «Люди убивали Христа и думали, что тем служат Христу». Евангелие от Иоанна 1.1 «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Когда мы говорим «Библия», мы всегда должны представлять уста Христа, произносящие эти библейские слова. Притчи 28.9 «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». «Я – Слово Божие». Толкование на Евангелие от Иоанна 11.54.57 «Слово, оставив Иудею, вышло в пустыню Ефраим, церковь из язычников, оплодотворенную Евангелием». Комментарий Игнатия Лапкина. «Оплодотворение Словом началось в раю. От слышания Слова зарождается вера. Хотя главная информация в человека поступает через зарение. Но в вопросах веры Бог установил иной порядок. Предпочтения отдаются слуху». Римлянам 10.17 «Вера от слышания. Когда евангельское Слово попадает в слух человека, то душа оплодотворяется евангельским семенем. Начинается плодоношение, катехизация. Быть может, в ранние времена и в Израиле при жизни Христа, где люди знали закон Моисеев, этот срок исчислялся самим временем». Слышание. Деяние 8.36 «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Этим людям не хватало только вести о пришествии Мессии. Но уже во времена соборов, времена распространения евангельской проповеди по всему миру среди язычников, этот срок оглашения, чревоношения был установлен в несколько лет, от трех до пяти. Человек должен был порвать со ставшим ему враждебным родством, прежним научением и полностью переродиться, родиться свыше. Церковь проверяла у веровавших длительным сроком испытания. Насколько серьезно было решение принявшего евангельскую весть. Время рождения, становления христианином, то есть момент допуска к святому крещению, определял сам епископ, обладающий всей полнотой духовной власти, и это решение принималось как от Христа. А плодотворение словом Евангелия завершалось рождением в водах крещения. Сегодня в православной церкви ничего этого нет. Предполагается, что родившись в христианской семье, восьмидневный младенец, правильно или неправильно крещеный, уже стал членом Христовой церкви, родился свыше. Сам ребенок не мог вкушать эту небесную манну, то есть откликнуться на проповедь Евангелия. А значит и все остальное, что делалось с ним, идет не по евангельскому пути. Не случайно в первые века крещение откладывалось буквально до смертельного часа. Сегодня подавляющее большинство членов православной церкви из язычников, не из евреев, не оплодотворены Евангелием. Христианский путь их начался не с уверования через проповедь, а через привычку хождения в храм на исповеди к причастию. Сегодня главной движущей проповедью священников является «Как можно чаще посещайте храм богослужения, как можно чаще исповедуйтесь и причащайтесь». Феофилакт понимал слова Христа в истинно евангельском духе, что уверование начинается не с этого, но сослышание слова Евангелия с благодатью призывающей, которая переходит в благодать обращающую, когда человек откликается на призыв Христа. Сегодня же, минуя евангельское слово, человека сразу же пытаются привлечь к благодати освящающей буквально с улицы к таинствам. И это есть не евангельский путь.